Приветствую всех на моем канале. Сегодня мой ролик будет далек от цветов, от овощей и вообще от других каких-то растений, а будет посвящен изготовлению в домашних условиях простейшей защитной маски. К сожалению, действительность такова, что пандемия никуда не уходит, и вопрос защиты себя и своих близких, он как никогда остается актуальным. Сразу отмечу, что данная конструкция, основа ее, она не придумана мною. То есть я видела ролик в интернете, попробовала, изготовила, но при этом внесла свои коррективы, на мой взгляд, довольно существенные, которые и упростили изготовление и сделали более удобным. Поэтому, ну, я считаю, можно по праву воспринимать данную маску, как наш с кем-то совместный проект. Итак, для изготовления вот этой защитной маски не надо никакие особые выкройки. Я ее сшивала на швейной машинке, но при ее отсутствии запросто это можно сделать вручную, обычным стежком, как говорится, через край. И результат будет не хуже. Для ее изготовления нам необходим будет квадрат черного спонбонда со стороной 25 сантиметров. Я вот тут специально написала эту цифру, чтобы, так скажем, она осталась в памяти. Ну, это опытным путем определено. Получается, маска очень, как говорится, удобная для ношения и подходит практически для любой формы лица. Там некоторые изменения уже можно подгонять, будут за счет резинок. Вообще, чем хороша вот эта вот форма, если вы посмотрите, видите, она полностью сохраняет свою форму. Не, как говорится, не слипается, не сминается. Она захватывает полностью подбородок, закрывает нос и, соответственно, губы. При этом не давит на нос дышать очень легко. И за счет вот своей вот этой куполообразной формы она абсолютно не дотрагивается до губ. То есть, даже можно тем, кто еще не забыл о том, что такое губная помада, не беспокоиться о том, что она будет стерта. Итак, спонбонд. Материал доступный, можно приобрести на любом рынке. Почему именно спонбонд? Дело в том, что любая, даже самая плотная ткань, она состоит из переплетения продольного поперечного нити. И, соответственно, там остаются какие-то зазоры. А спонбонд – это нетканный материал. И, грубо говоря, это, ну, как бы расплющенный, распластанный пластик. Поэтому микропоры, которые вот можно представить в этом материале, они значительно во много раз мельче, чем те, которые есть между нитями, даже, как я уже говорила, самой плотной ткани. Соответственно, степень защиты будет максимальная. Итак, квадрат 25 сантиметров. Далее мы его складываем пополам. Вот у нас получилось. И еще раз пополам. И нам надо на вот этом вот уже маленьком квадратике, четвертушечке от нашего большого квадрата, провести дугу с радиусом, равным половине диаметра, то есть половины стороны квадрата. То есть там было у нас 25. Здесь у нас получится, соответственно, 12,5 сантиметров. Для этого не надо никакой циркуль, никакие приспособления особые. Берем обычную линеечку. В угол 0 совмещаем. И пошли по, скажем так, по дуге отмечать несколько точек вот этих вот 12,5 сантиметров. Отмечать это можно при помощи мела, ну или кусочек мыльца, старый, скажем так, обмылочек. Очень хорошо рисует на спонбонде. Отметили эту дугу и вырезали по ней. У нас получается вот такой вот круг. Круг диаметром те же самые 25 сантиметров. Изначально то, что у нас был квадрат. Вот. Данный круг мы потом складываем пополам. Не очень удобно мне это все делать одной рукой, но я думаю, понятно суть. Немножко загнулась. И вот по внешней вот этой вот дуге мы прострачиваем или вручную прошиваем полностью вот эту вот всю наружную дугу. Что я и сделала на другом вот кусочке. Вот видите, какой красивый у меня получился. Наружный край у нас прострочен. И потом вот здесь вот по сгибу мы прорезаем. И у нас получается вот такой вот кораблик. Застроченный наружной дугой. Далее надо его сложить. Сейчас я это сложу и покажу вам результат. Ну вот я сложила вовнутрь у нас получился шов внутри, шов снаружи. Да, все они вот такие, ну как говорится, наружные вот эти вот швы. И теперь вот по вот этому вот уже, где у нас был обрезанный край, мы совмещаем вот эти вот швы. Нам надо опять же полностью прострочить вот этот вот весь отрезок. Не доходя в одной стороне где-то 2 сантиметра. Потому что нам надо будет потом вывернуть эту всю маску наружу для того, чтобы все вот эти вот наши швы, они ушли внутрь и не были заметны. Потому что если вы посмотрите маска, вся она вот выглядит очень аккуратненько, довольно презентабельно, я бы сказала. И так вот мы сложили, совместили вот эти вот швы и теперь вот по вот этому обрезанному краю, повторюсь еще разочек, прострачиваем с самого начала и не доходя где-то 2 сантиметра до конца. Вот я дострачила сначала и, как видите, 2 сантиметра где-то до конца не дошло. То есть вот у нас получилась одна маленькая вот такая вот дырочка, через которую эту всю маску надо вывернуть наружу. Но вообще вот при изготовлении этой маски самая нудная и самая, наверное, длительная это именно вот это вот выворачивание. Итак, я вывернула. Видите, все швы ушли внутрь. Получается ровненько, аккуратненько. Вот здесь у нас осталась вот эта вот дырка, через которую я его выворачивала, подогнула кончики внутрь и аккуратненько сейчас уже вот этот вот, этих 2 сантиметра я и застрачу. Итак, вот оно вывернуто все, прострочено. Практически все готово. Теперь нам надо проделать отверстие для резинок. Я использую обычные канцелярские резинки, вот как вы видите здесь. Они, на мой взгляд, удобнее, потому что меньше давят на уши и удобнее носить. Но кому, как говорится, что нравится, можно использовать обычную, как говорится, швейную резинку. Как она там называется? Ну, понятно, да? Тоже подобрать в тон, чтобы она не выбивалась. Для того, чтобы проделать отверстие где-то на расстоянии около сантиметра, ну, может быть, миллиметра 8 вот от этих уголочков, любым таким остроконечным металлическим предметом, будь то шило, тонкая отвертка, гвоздь, нагретым на газу или от зажигалки, ну, то есть нагретый какой-то металлический предмет острый, просто прожигаются дырки. Они не расслазятся с панбон за счет вот своей, скажем, такой пластической, пластиковой основы. И они, как бы, края, они фиксируются. И туда вдевается вот эта вот обычная канцелярская резинка. Сейчас я вам на другом предмете это покажу. Ну, вот я здесь проделала дырочку, туда вот засунула вот эту вот резинку. И теперь вот эту вот большую петля, которая у нас осталась, просто надо продеть вот в эту маленькую петлю. Сейчас это сделаем. Ну, я думаю, здесь понятно. Вот продели, и у нас получилась такая петля зажатая. Если вы одели маску, и вам кажется, что немножко она великовато, можно сделать еще повторную петлю. Просто, быстро, это сейчас я вам так рассказывала, может быть, немножко больше времени заняло. Ну, а так, если без всяких разглагольствений с начала и до конца, за пять минут запросто можно изготовить такую маску, тем самым защитить себя и своих близких от болезни. Будьте здоровы, берегите себя, берегите своих близких.